Нет, это не заслуга, а удача — стать девушке солдатом на войне. Когда б сложилась жизнь моя иначе, как в День Победы, плохо было б мне. С восторгом нас, девчонок, не встречали. Нас гнал домой, охрипший военком. Так было в сорок первом. А медали и прочие регалии, потом смотрю назад, В продымленной дали нет, не заслугой в тот зловещий год, А высшей честью школьницы считали возможность умереть за свой народ. Так случилось, что я закончила школу 21 июня 1941 года. 22-го должна была уехать на каникулы на Кавказ, в Геленджик. И вот в 12 часов чёрная тарелка репродуктора объявила война. Всё перевернулось. Я, как многие мои товарищи по поколению, не была исключением. Хотела пойти добровольцем в армию, но не хватало лет до призывного возраста. И поэтому сначала я была просто сам дружинницей, была под Москвой, Отступала вместе с нашими до Можайска. Так началась моя фронтовая жизнь. То есть я ушла из детства в грязную теплушку, В эшелон пехоты, в санитарный взвод. Дальние разрывы слушал и не слушал, Ко всему привыкши в 41-й год. Я пришла из школы, в блиндажи сырые, От прекрасной дамы в мать и перемать, Потому что имя ближе, чем Россия, не могла сыскать. Ну, действительно, так это и осталось на всю жизнь. Имя ближе, чем Россия. И сколько бы лет не прошло, все вспоминаю. Качается рожь несжатая, шагают бойцы по ней. Шагаем мы, девчата, похожие на парней. Нет, это горят не хаты, то юность моя в огне. Идут по войне девчата, похожие на парней. Было всякое ранение, был Второй Белорусский фронт. Как раз вот там я встретилась со своей однополчанкой Диной Самсоновой, Потом прочту о ней стихи. Был обычный солдатский быт. Только что пришлась передовой, мокрая, замерзшая и злая. А в землянке нету никого. И дымится печка, затухая. Так устала, руки не поднять. Не до дров. Согреюсь под шинелью. Прилегла. Но слышу, что опять по окопам нашим бьют шрапнелью. Из землянки выбегаю в ночь. А навстречу мне рванулось пламя. Мне навстречу те, кому помочь я должна, спокойными руками. И за то, что снова до утра смерть ползти со мною будет рядом. Мимоходом, молодец, сестра, крикнут мне товарищи награду. Да еще сияющий комбат, руки мне протянет после боя, старшина родная. Как я рад, что опять осталась ты живой. Ну вот я стала живой. А вот эта Зина Самсонова, о которой я уже говорила, не осталась живой. Она стала героем Советского Союза, но об этом так и не узнала, потому что это звание уже присвоили ей посмертно. Но я прочитаю стихотворение, которое так и называется «Зинка». Это как раз тогда, когда я была на Втором Белорусском фронте. В качестве батальонного сам инструктора, так же, как и Зина Самсонова. Мы легли у разбитой ели. Ждем, когда же начнет светлеть. Под шинелью вдвоем теплее, на продрогшем гнилой земле. Знаешь, Юлька, я против грусти, но сегодня она не в счет. Дома, в яблочном захолустье, мама, мамка моя живет. У тебя есть друзья, любимые, у меня лишь она одна. Пахнет в хате квашнёй дымом, за порогом бурлит весна. Старый, кажется, каждый кустик беспокойную дочку ждет. Знаешь, Юлька, я против грусти, но сегодня она не в счет. Отогрелись мы еле-еле. Вдруг нежданный приказ вперед. Снова рядом в сырой шинели светлокосый солдат идет. С каждым днем становилось горше. Шли без митингов и знамен. В окруженье попал подорше наш потрепанный батальон. Зинка нас повела в атаку. Мы пробились по черной ржи, по воронкам и бояракам, через смертные рубежи. Мы не ждали посмертной славы. Мы хотели со славой жить. Почему же в пинтах кровавых светлокосый солдат лежит? Ее тело своей шинелью укрывало я, зубы сжав. Белорусские ветры пели о рязанских глухих садах. Знаешь, Зинка, я против грусти, но сегодня она не в счет. Где-то в яблочном захолустье мама, мамка твоя, живет. У меня есть друзья, любимые. У нее-то была одна. Пахнет в хате квашней дымом. За порогом бурлит весна. И старушка в цветастом платье у иконы свечу зажгла. Я не знаю, как написать ей, чтоб тебя она не ждала. Ну вот, что говорить. Конечно, было тяжело. Вот эти стихи о 44-м годе. Но даже в 41-м году, хотя мы не знали, когда кончится война, но тем не менее всегда верили в победу. И таким образом вот сейчас, когда оглядываешься назад, то понимаешь, что уже в 41-м мы думали о 45-м. Вот у меня есть такие стихи, в которых как-то вроде бы сказано об этом. Мы лежали и смертью ждали. Не люблю я равнин с тех пор. Заслужили свои медали, Те, что били по нас в упор, Били с месеров, как в мишени. До сих пор меня мучит сон. Каруселью заходят звенья На беспомощный батальон. От отчаяния мы палили. Все же легче, чем так лежать. По кабине, в кресты на крыльях, Просто в Господа Бога Мать. Отпрешенным был взгляд комбата. Он, прищурясь, глядел вперед. Может, видел он в 45-й Сквозь пожары твои, проклятый, дорогой 41-й год. Ну, фронт Это понятие растяжимое в том плане, Что там есть и передний край, И второй эшелон, И третий эшелон. Ну, я счастлива, что мне Довелось быть бойцом переднего края. На переднем крае Одним из самых Значительных, может быть, Людей войны Был Офицер Обычно это младший лейтенант или лейтенант Командир взвода. Взводный. Или, как тогда любовно называли Ванька Взводный. Но это человек, который Действительно был на самом переднем крае И вместе с солдатами. И вот те, кто прошел войну Навсегда Запомнят. Причем это какой-то для меня Я видела не одного Взводного, Но как-то они в меня слились В один. И действительно, Тоскачу здесь бояться Красивых слов. Какой-то прекрасный Образ. Я действительно В войну-то мне не приходилось Общаться с генералами. Вот уже после войны И помню, Когда я начал читать Это стихотворение Ванька Взводный, У меня генералы посмотрели, Потом посерьезнее стали слушать. Генералы, штабисты, Подвиньтесь, Чтоб окопники Были видны. Ванька Взводный, Малюсенький винтик В Висполинской махине войны. Что бои, Что окопная мука, Он солдат, Он привык ко всему, Лишь к смертям не привык, Потому как, Умирая, Тянулись к нему. Всяк тянулся к нему За защитой. Для бойцов Ванька Взводный Был бок. Бок В пилоточке на ухо сбитый, В сапогах Отслуживших Свой срок. Что герой, Он и сам-то Не ведал. Мол, Воюю, Служу, Как должен. Сделал больше других Для победы. Был За день До победы Сражен. Так помянем Окопного бога, Что теперь нам Сгодился б В сыны. Ванька Взводный, Малюсенький Болтик, Самый важный В махине Войны. Вот война для меня Закончилась Немножко раньше, Чем для всех. В конце 44-го года После ранения. И когда я вернулась В Москву, Я москвичка сама, Я прежде всего Пришла В ту школу, Которую Как раз закончила, Когда началась война. Седьмая Московская школа, Теперь 131-я, Та, Которая сейчас На улице Станиславского. То есть она и тогда Была там же, Но тогда эта улица Станиславская Называлась Леонтьевским Переволком. Тот же двор, Та же дверь, Те же стены, Так же дети Бегут Гуртом, Та же самая Тетя Лена Суетится Возле пальто. Класс вошла. За ту парту Села, Где училась я Десять лет. На доске Написала Мелом Икс Плюс Игрок Равняется Зет И припомнила. Хмурым летом, Бросив Книги И карандаш, Встала Девочка С парта Этой Шагнула В сырой Блиндаж. Ну что ж, Идут годы, Их не остановишь. Ну, Конечно, Память О тех днях Никуда не уйдет И не должна Уходить. Она и помогает Часто в жизни. Порошили снега, Затяжные дожди Моросили, Много раз Соловьи Возвещали О новой весне. Ясноглазые Парни, Кристальная Совесть России Не дают Мне стоять От житейских Тревог В стране. А когда Покачнусь, Такое бывает Порою. Незаметно Помогут, Спокойно Поддержат Меня Ясноглазые Парни, Которых Военной Сестрою Мне пришлось Биндовать, Довелось Выносить Из огня. Продолжается Жизнь, И нельзя В стране Оставаться, Потому что За мной Боевым Охранением Стоят Ясноглазые Парни, Которым Навек Восемнадцать Батальоны Домой Никогда Не пришедших Солдат. Ну и, Как я уже говорила, Действительно Какая-то Окопная Мерка Она осталась, Наверное, На всю жизнь Для солдат. Ею Меришь Свои поступки. Уклончивость Она Не для Солдата. Коли Нет, Так Нет. А Если Да, То Да. Ведет Меня И Ныне, Как Когда-то Единственное Красная Звезда. И Что бы В жизни Не случилось, Что бы Осуждены Солдатские Сердца, Дружить До гроба И Любить До гроба И Ненавидеть Тоже До конца. Вернулись Мы С войной Очень молодыми. Все Было Впереди Дружба Любовь Писали Мои Товарищи Я Обо Всем Но Опять-таки Часто Даже С Каким-то Очень Лирическими Стихами Вставала Война. Вот Стихотворение Встреч Со Своим Батальоном Повстречалась Сестра Повстречалась Снегу Стихотворение Сорок Сорок Первого года. Да Я Из того Поколения Что Гитлер Себе На беду Поставить Хотел На колени В лихом Сорок Первом Году. Кто Голосу Родины Внемля Шел В дымной Грохочущей Мгле И кто За великую Землю На малой Сражался Земле Кто Стал Комсомольцем Под Ельни Вошел Коммунистом В Рейхстаг Нас Мало Детей Поколения Безжалостен Времени Шаг Но Прожито Жизни Недаром А Главное Это Друзья Горят Фронтовые Пожары Им В памяти Гаснуть Нельзя И вот Это Ощущение Что Все-таки Выпало Большое Счастье Тем Кто Вернулся С войны Живым Прожил Большую Жизнь Может Что-то Такое Сделал А главное Если Сделал Что-то Такое Для того Чтобы Не были Забыты Те Кто Не пришли С войны Пожалуй Может В этом Так я Считаю Главный Смысл Наверное Поэтов Фронтовиков И вот Это Ощущение Счастья Которое Сопровождает Всю жизнь Как бы Не было Трудно Потому что Жизнь никогда Не бывает Ни у кого Всегда Легкая Но вот Вот это Ощущение Счастья Снег Намокший Сбрасывает С крыши Лед Летит По трубам Грохача Вновь На Пушкинском Бульваре Слышу Песенку Картавую Грача Что Что еще Мне В этой Жизни Надо Или Может быть Не лично Мне Вручена Высокая Награда Я Живой Осталась На войне Что Что же Может Лучше Быть И Выше Много Ли Вернулось Нас Назад Это Счастье Вдруг Сквозь Сон Услышать Как Капелли В тверь Весны Стучат Стихотворение Которое Называется Кузнечик Худые Коленки И Плеч Лица Заостренный Овал Дитя Попрыгунья Кузнечик Семнадцатый Год Миновал Но Женской Недетской Тоскою По-взрослому Горько Твердит Зачем Родилась Я Такую Твердит Как Рыдает Навзрыд А чем Тебе Девочка Плохо Мила Неглупа И юна Рожденная В эту Эпоху В другие Живу Времена Все Снятся Мне Ваши Комбаты Герои Великой Войны Юнцы Модерняги Сарбаты В сравнении С ними Смешны Ты Потупилась Прядь Теребя Совсем Не смешно Мне Кузнечик Я Так Понимаю Тебя Ну Идут и идут Годы Теперь же Новые Солдаты Несут Свою Слава Богу Мирную Службу Мне Мне Довольно Часто Приходится Выступать В аудиториях Таких Армейских И я Сейчас Прочитаю Стихотворение Которое Называется В казарме Вообще Это Было В Таманской Дивизии Несколько лет Назад Уже Наверное Лет Восемь Назад И я Спросила Скажите А вот Не осталось У вас Случайно Среди Старослужащих Участника Войны И мне Сказали Да Есть Один Старшина Тогда Еще Был Или Прапорщик Даже Кажется Вот И Ну Мне захотелось С ним познакомиться Естественно Вот Стихи В казарме Крепко Спят Первогодки Ребята Видят Парни Счастливые Сны Дремлет Прапорщик Сивый Усатый Он Один Здесь Участник Войны Первогодки Мальчишки Салага На груди Лишь Значки ГТО У него же Медаль За отвагу Увольнение Гражданку Вот Вот Годы Годы Куда От вас Скрыться Как он Будет Без Армии Бред В дреме Как он Хочет Чтоб Их Гимнастерки Лишь Одни Украшали Значки Ну и Последнее Стихотворение Программное Стихотворение Мое Которое Называется Связное Я Я Порою Себя Ощущаю Связной Между теми Кто жив И кто Отнят Войной И хотя Пятилетки Бегут Торопясь Все Прочнее Эта связь Все Тесней Эта связь Я Связная Пусть Грохот Сражения Стих Донесеньями Сбоя Остался Мой Стих Из Котлов Окружений Пропастей Поражений Из Великих Плацдармов Победных Сражений Я Связная Бреду В Партизанском Лесу От Живых Донесенья Погибшим Несу Нет Ничто Не забыто Нет Никто Не забыт Даже Тот Кто В Безвестной Могиле Лежит Редко Подолгу Сержусь На кого-то Сердце Не помнит Вины Слишком Высокие Точки Отсчета Жизни Мне были Даны Неуязвимые Взгляды Косые Не задевают Меня Высшая Точка Отсчета Россия В грозных Объятиях Огня Страх Перед Смертью С тех пор Мне Неведом Справлюсь С бедой Любовь Только Бы Ты Не обидел Не предал Так Беззащитна Любовь Нет Это не заслуга А удача Стать девушке Солдатом На войне Когда б сложилась Жизнь моя Иначе Как в день победы Плохо Было б мне С восторгом Нас Девчонок Не встречали Нас Сгнал Домой Усталой Военком Так было В сорок первом А медали И прочие Регалии Потом Смотрю назад В продымленные Дали Нет Не заслуга В тот Зловещий год А высшей Честью Школьницы Считали Возможность Умереть За свой народ И в заключение Последнее Программное Своё стихотворение Которое Называется Связная Я порою Себя Ощущаю Связной Между теми Кто жив И кто Отнят Войной Войной И хотя пятилетки Бегут Торопясь Все прочнее Эта связь Все Тесней Эта связь Я Связная Пусть Грохот Сражения Стих Донесеньями Сбоя Остался Мой стих Из котлов Окружений Пропастей Поражений Из Великих Плацдармов Победных Сражений Я Связная Бреду В партизанском Лесу От живых Донесенья Погибшим Несу Нет Ничто Не забыто Нет Никто Не забыт Даже Тот Кто В безвестной Могиле Лежит 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 Лежит